Рододендрон поистину считается королем сада. И самый первый готов радоваться своим цветением. Относится к семейству вересковых и любит кислую почву. Для посадки приготовили яму шириной метр двадцать и глубиной пятьдесят. Проложили баннером, так как у нас с углей, на кого он этого не любит. Самый первый слой мы уложили в шишки, хвойный опад. Второй слой грунт из-под сосны. В ней находится микориза, очень ценная для рододендрона. Третий слой кислый торф и песок. Все нужно хорошо перемешать. У рододендрона мочковатая корневая система и грунт должен быть рыхлым и влагопроницаемый. Вот посмотрите какая у него корневая система. Очень нежные корешки, похожи на губку. С четырех сторон прорезаем по сантиметру ножом, слегка подтягивая корешочки. Корни тщательно опудриваем микоризой сухой и корневином. Выбирая место для посадки рододендрона, защитите его от ветров. Половина дня на него должно светить солнце. Устанавливаем растение, прикапываем, не заглубляя корневую шейку и поливаем. Полив он любит обильный. А это уже посадка второго рододендрона. Еще раз обращаю внимание, чтобы не заглубляли корневую шейку. Пролейте его водой с эпином. После посадки ежедневно поливаем. Не поленитесь и сделайте правильную яму для своего рододендрона. Замульчируйте хвойным опадом. И тогда он вас будет радовать долгие-долгие годы разрастаться огромным кустом. Субтитры создавал DimaTorzok